Тело убитого обнаружил его племянник. Не дозвонившись до дяди, молодой человек решил проверить, всё ли с ним в порядке. Долго стучал в двери, рассказывают соседи, но ответа так и не последовало. Никто же не открывал. Потом сестра пришла с ключом, открыла дверь, а он лежал уже не живой. Эксперты обнаружили на шее убитого ножевые раны и открытую черепно-мозговую травму. Соседи до сих пор в шоке от случившегося, но никто из них ничего подозрительного не слышал. Говорят, Евгений, так звали погибшего, был хорошим соседом. Всегда приветлив, если нужно, помогал. Пьяным его тоже не видели. Он был чернобыльцем и часто жаловался на здоровье. Убийца, видимо, решил поживиться имуществом. Евгений как раз накануне Нового года купил телевизор и другую технику. Из квартиры также пропали деньги и кое-что из одежды. На добро позарился, скорее всего, кто-то из знакомых убитого. С одним из них его видели как раз накануне смерти. Евгений возвращался домой и задержался у подъезда, где собрались соседи. С одним соседом Женька поздоровался, поцелувался с дедом. И этот же другой прошел сюда. А Женька с ними здоровался. И потом они же пришли до дому, а мужики еще сидели. Потом они уже начало шестого пошли домой, а у них свет горел на кухне. Вероятно, именно он предполагают и был убийцей. Но разглядеть его толком не успели. Выяснением личности занялись уже правоохранители. Таинственный гость оказался ранее судимым жителем Луганской области, который после совершенного вернулся к себе на малую родину. Учитывая, что поселок, где он проживал, находится рядом с зоной активных боевых действий, подозреваемый думал, что здесь его не найдут. Потому появление на пороге правоохранителей оказалось сюрпризом. Сотрудниками Харьковской милиции, совместно с сотрудниками Луганской милиции, была проведена специальная операция, в ходе которой преступник был в течение двух суток задержан и изоблечен в совершении данного преступления. В настоящее время преступник задержан, вещественные доказательства изъяты. После задержания подозреваемый признался, что познакомился с жертвой на южном вокзале, втерся к нему в доверие и как-то вечером зашел в гости. Во время совместного распития спиртного между мужчинами возникла ссора и гость ударил хозяина ножом, потом добивал руками и молотком. После собрал вещи и ушел, закрыв двери. Теперь его ожидает от 15 лет лишения свободы или пожизненная. Оксана Нечпаренко, Владимир Борох, Агентство телевидения новости.